Добрый день! Меня зовут Екатерина Стадлер, я хранитель музейной коллекции «Металл» музея-заповедника Царское село. Мы находимся в выставочных залах музея на бывшей половине императора Александра Первого в его личных комнатах. При жизни императора эти апартаменты сохраняли расстрелевскую отделку в стиле барокко и просуществовали так до Великой Отечественной войны. После войны их отделка не воссоздавалась, и со временем здесь возникла экспозиция, посвященная жизни императора в Большом Троскосильском дворце. И эти залы сейчас наполняют его личные предметы, в том числе вот этот «Миракль», о котором пойдет речь. «Миракль» — это настольный осветительный прибор, который по своей сути представляет собой канделябр с экраном для рассеивания света. Как правило, экраны были плоские, прямоугольной, квадратной, овальной или круглой формы, и представляли собой пластину, например, из стекла с росписью, или акварельная вставка, или вышивка нитями, или бисером, и двигался вдоль стержня вверх или вниз, при помощи зажимного винта крепился на том уровне, на котором это необходимо. Уколеблющееся пламя свечи создавало мерцающий эффект ожившей картинки. Благодаря этому предмет и получил свое название «Миракль» в переводе с французского означает чудо. Иногда в музейной жизни бывает так, что мы не знаем, откуда к нам поступил этот предмет. Мы не знаем автора, время и место его изготовления. Либо эти сведения отсутствуют в архивных документах, либо они еще и не выявлены. Но с перламутровым «Мираклем» все обстоит не так. Мы знаем автора этого предмета. Это мастер токарного и костяного дела Вильгельм Деген, который принадлежал в цеху ведомства русской ремесленной управы и жил в Петербурге в 1-3-19 века, имел магазин небольшой в центре города, в районе Казанской улицы. Так как же попал этот «Миракль» в царскосельскую коллекцию? А все началось в 1824 году, когда Петербург пострадал от большого наводнения. В тот год уровень Невы поднялся больше, чем на 4 метра выше уровня Ординара. Пострадали горожане и городские подстройки. В этот год были созданы комитеты и фонды для пострадавших от этого наводнения и выделялись денежные средства всем желающим. Для поправки своих имущественных проблем Деген обратился с прошением к министру императорского двора князю Волконскому. Он пишет «Милостивый государь, все нижайше прошу мне простить, что я осмеливаюсь ваше сиятельство сим беспокоить, что я подношу его императорскому величеству перламутровый жарандон моей работы, якороссийски подданный, и желаю в награду получить только взаимообразно на несколько лет отказный капитал за указанные проценты, дабы я поправить мог свое состояние, ибо через болезнь и внезапное наводнение впал я в большую бедность». В ответ на его прошение высочайшим указом Дегену была выдана денежная сумма в размере 1 тысячи рублей. Однако жарандон ему был возвращен, так как его величеству он не нужен, указывал Волконский в ответном распоряжении. Видимо, Дегену не хватило полученных средств для решения своих имущественных проблем. Он повторно обратился, но теперь уже в комитет худствующей императрицы Марии Федоровны. И случайно над «Мираклем» мы видим портрет Марии Федоровны кисти неизвестного художника Скоппи и Лампи. Мария Федоровна была творческой личностью, обладала художественным вкусом, и когда к ней попал перламутровый «Миракль», она могла по достоинству оценить высокохудожественную работу мастера, поскольку сама работала на токарном станке, резала по кости, по перламутру, рисовала и вышивала. Неизвестно, какую сумму получил Деген за свой предмет, но так или иначе он оказался у Марии Федоровны, и она подарила таки его своему сыну, императору Александру Первому, в день его тезоименитства 30 августа 1825 года. На следующий день император отбыл в Таганрог, откуда уже больше не вернулся, а перламутровый «Миракль» остался в списке его личных вещей и находился в залах Большого Царскосельского дворца вплоть до 1941 года. У «Миракля» есть утраты. Об этом мы узнали из описи 1918 года, составленной художественной исторической комиссией уже после музеификации дворца. В ней дана довольно подробное описание предмета и в том числе сказано. На стержне бронзовом шесть больших перламутровых раковин, соединенных бронзовыми украшениями и тремя резными пластинками с надписями «Але-ксан-дре». Стержень венчается тремя двуглавыми перламутровыми орлами, высота 66,5 сажений французской работы начала XIX века. Если мы внимательно присмотримся к верхней грани этих пластин, мы увидим на смежных пластинах небольшие выемки. Эти выемки парные мы можем наблюдать на всех гранях. Именно в этих местах располагались фигурные пластины, на которых было выгравировано имя императора по слогам «Але-ксан-дре». Наличие пластин с именем императора косвенно указывает на подносной характер этой вещи. То есть мастер хотел, чтобы его «Миракль» попал в руки к императору Александру Первому. «Миракль» венчала на верше в виде двуглавого орла. Вероятно, это была не просто плоская пластина, а круглая объемная скульптура наподобие двуглавых орлов, которые украшают ограду Александровской колонны на Дворцовой площади. То есть с какой стороны бы мы не подходили или не поворачивали «Миракль», мы всегда будем видеть двуглавого орла с двумя распростертыми крыльями. Перламутр занимает особое место среди материалов, издревле применявшихся для украшения предметов декоративно-прикладного искусства, благодаря своим превосходным характеристикам – блеску, полупрозрачности, радужным переливам поверхности. Каркас «Миракля» выполнен из позолоченной бронзы. Он покоится на овальном основании на четырех ножках, выполненных в виде львиных лап. Основание «Миракля» отделано перламутром с тончайшей гравировкой растительного орнамента. «Миракль» на шесть свечей. Рожки выполнены в технике резьбы по перламутру. Наибольшее восхищение этого предмета вызывает, конечно же, экран, который выполнен из цельных больших шести перламутровых пластин, каждая из которых по краю украшена гравировкой растительного орнамента и соединенных между собой позолоченными бронзовыми деталями. Посещая Екатерининский дворец, не забудьте обратить внимание на этот удивительный предмет, который находится на бывшей половине императора Александра I. С вами была Екатерина Стадлер, рубрика «Предмет. Крупный план». До встречи в Царском селе!